Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО 7. Более ста вкусов мороженого на фабрике «Артика». Единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на «Спаскую-15». Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы юных открывателей, бабушки и дедушки юных открывателей. Мы начинаем нашу недельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на «Эхо Москвы» в Кирове. Напоминаю, все, что происходит у нас в студии, вы можете видеть на экранах. Для этого нужно найти на наш сайт «Эхо Кирова.ру» и перейти по вкладке справа. Такая вкладочка «Веб-камера в студии». И можно будет увидеть все, что происходит здесь у нас. Ну и также не забывайте, что вы можете нам позвонить в студию по номеру 211-101 и ответить на те вопросы, которые мы будем вам задавать. Меня зовут Николай Голиков. Помогать сегодняшнюю программу вести мне, помогать вести программу мне будут Ева Кравцова. Ева, привет, Миша Голиков, привет, Михаил Николаевич, Саша Копылевич, а еще у нас сегодня в гостях Дмитрий Колодкин, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Доброе утро. Доброе утро. И как вы уже понимаете, мы сегодня будем говорить о том, как правильно отдыхать на природе и не потеряться в лесу. Поэтому у нас сегодня в гостях человек из поисково-спасательного отряда. Ну и как, что делать, если вдруг кто-то потеряется, как быстро и легко добраться домой. Ну и, конечно, как всегда, у нас с вами, наши любимые юные слушатели, есть возможность выиграть прекрасные призы. Так что располагайтесь поудобнее у радиоприемников и приготовьте ваши телефоны. Ну что, мы начнем с чего? Начнем, давайте сразу зададим вопрос. Михаил, задай вопрос. По какому номеру надо звонить, если вы потерялись в лесу? Очень хороший вопрос. Есть общий номер. Не надо отвечать на вопрос. Не надо? Да, отвечать на вопрос будут наши слушатели. Отлично. Я не буду показывать. Значит, вопрос еще раз повтори, Михаил. По какому номеру надо звонить, если вы потерялись в лесу? Да, если при этом связь есть. Отличный вопрос, ребята, вы слышали все, да? Так что пока готовьте ваши ответы. А у меня есть несколько вопросов уже к нашим соведущим. Саша, ты любишь ходить в лес? Не очень. Не очень? А было такое, чтобы потерялся? Заблудился? Нет. Никогда не было? Да. Ева, а у тебя был такой случай? Я просто в лес не хожу без родителей. Ты вообще в лес не ходишь. Ну, тебе сегодня будет самая интересная программа. Миш? Я потерялся однажды. Ты потерялся или с кем-то? Ну, я с дедом. А, ты с дедом. Да. И долго вы выбирались? Ну, полчаса где-то. Полчаса. А как выбрались? Дед не рассказывал? Дед по компасу. У деда компас был? Вот это уже нормально совершенно. Ну что, у нас уже и звонок. Ева, принимай звоночек. Привет. Привет. Как тебя зовут? Света. А сколько тебе лет? Восемь. А в какую школу ты ходишь? Петербургский лицей. Петербургский лицей. Отлично. Какой же ответ на вопрос? По номеру 112. Михаил, правильный ответ? Правильно. Правильно. Дмитрий, правильный ответ? Ну, правильный ответ, что это общая служба спасения. Общая служба спасения. У нашего отряда поисково-спасательной есть общий телефон, доступный для всех, бесплатный, пожалуйста, 8 800-754-52. Еще раз, Дмитрий, повторите. 8 800-754-52. Ну, 112, конечно, запомнить легче. 112, конечно, запомнить легче. Ответ правильный, да? Да. Вот. А теперь мы сделаем что? Мы же забыли сделать самое главное. Мы забыли сказать, какие у нас есть призы. Ты хочешь приглашение или книгу? Приглашение. Приглашение. Какие есть приглашения, Ева? У нас есть приглашение на двоих в Кота-кафе Зоки, Маклина 30, 20 котов, Мейн-Кун, Сфинкс, Корниш-Рекс, Скотти Шра, Страйт, британские и обычные, среди которых Юрий Губернатор. Хочешь, ты готов посмотреть? Приглашение на спектакль «Вечный двигатель» в Кировском драматическом театре 5 и 7 июня в 10.30, 0+. Приглашение на спектакль «Волшебное колечко» 6 июня, 6+. Приглашение на посещение собачьей деревни Махнатия. Приглашение в музей истории мороженого Арктика. Ну что, куда хочешь? Давай в Зоки. В Зоки. В Зоки? Хорошо. Ну все нормально. Не клади трубочку, сейчас тебе расскажут, как получить этот приз. Ну что, Дмитрий, мы начали вроде бы не с плохого такого вопроса, да? Хороший вопрос, да. Вот, а вот давайте все-таки начнем с того, что как не доводить, может быть, дело до того, чтобы заблудиться в лесу? Нужно ориентироваться почему-то, например, оставлять что-нибудь, орехи или что-нибудь еще. Орехи? Да, я, например... Ежиков кормить местных, да? Нет, я один раз ориентировался по грибам. Там иду и вижу грибы, и запоминаю, где какой гриб, и возвращаюсь по этим. А возвращаешься, все грибы уже срезаны, да? И какой-то человек с корзинки удаляется куда-то там в сторону горизонта. Я возвращаюсь и сам срезаю эти грибы. Ага, то есть ты думаешь, что так вот и один по лес уходишь, и никто эти грибы без тебя не заберет? Папа. Ясно, с папой. Дмитрий, как все-таки правильнее себя вести в данном случае? Наверное, лучше всего перед тем, как вы идете в лес, подумайте. А вы точно туда хотите идти? Может быть, не надо? Потому что заблудиться в лесу очень легко. Конечно, мы привыкли смотреть на картинки в интернете. Красивый лес, высокие сосны, большие дороги, тропинки. На самом деле лес это очень страшное место, где есть и буреломы, и завалы, и болота. И медведи ходят где-то еще. Лоси. Да, у нас в области есть и медведи, и лоси, и кабаны, и все это. Да и волки берут. И комары. Ой, комары уж не комары. Вот, поэтому, конечно, вначале подумайте, а стоит туда идти вообще? Но если все-таки пошли. Ну, мало ли, нужно. Ну, нужно, да. Это для пиццы грибы. Для пиццы грибы. Хорошее дело. Понятно, что одному идти в таком возрасте нежелательно, да? Лучше идти со старшим. Ну, хотя бы с папой. Ну, или с дедушкой, как спас Михаила дедушка. Обязательно. Или с собакой. Ну, с собакой, да, почему нет. Может быть, и выведет, да. Но для того, чтобы не заблудиться, конечно, вот мы для себя какие-то вещи знаем, что их надо с собой взять в лес. Подождите, вот давайте сейчас остановимся. Саша, ты уже много говоришь? Ну, задай какой-нибудь вопрос. По какой звезде люди ориентируются в лесу? Ну, если ночью оказались. Да. Я надеюсь, что днем звезды не видно, да? Да. Но нет. Пока еще мы не дожили до такой погоды. По какой звезде нужно ориентироваться, если вы оказались ночью в лесу? Да, вот вопросик мы уже задали. Дмитрий, давайте продолжать просто, чтобы там дети пока отвечали. Они пока думали. Да, конечно. Итак, небольшое. Немножко вещей, которые входят в маленькую сумочку. Вот мы их с собой берем. Мы знаем, что если мы потерялись, они нам могут понадобиться. Вещи совершенно разные. Я даже вот готов с вами поспорить, что вы не назовете все вещи, которые вот есть в этой сумочке. Но ведь когда кто-то идет в лес, он же не думает, что он обязательно непременно потеряется. Он не думает. Но мы поэтому советуем вам взять что-то с собой. А вот зачем туалетная бумага? Ага. Ага. Сразу вопрос уже такой. У нас, кстати, есть ответ на предыдущий вопрос, да, про полярную звезду. Саша, общайся. Привет. Как тебя зовут? Маргарита. Сколько тебе лет? 14. Из какой ты школы? Из 70-й. По какой звезде ориентируется? По полярной. Правильно. Ответ правильный. Ну что, Маргарита, что ты хочешь получить? Книгу или приглашение куда-нибудь? На музей в Арктику там. На музей мороженого? Ага. У нас еще освободен Ева, да? Да. Все отлично тогда. Не клади трубочку, Маргарита. Тебе объяснят, как получить приглашение в музей мороженого. А мы давайте продолжим про эту вот загадочную сумочку. И, кстати, про туалетную бумагу заодно. Вот вопрос уже был, да? Дмитрий, вот тут, ну... Я не знаю, может быть, давайте спрошим наших радиослушателей, зачем туалетная бумага нужна в лесу? Ну, хорошо, вопрос, Дмитрий. В принципе, ответ логичный. Зачем нужна туалетная бумага в лесу? Давайте мы свои версии пока оставим. Ответ логичный, но есть еще нелогичный ответ. Да, то есть, понимаешь... Не будем же мы дерево закидывать туалетной бумагой? Давайте пока к другим вещам перейдем. Тут же много всего лежит, да? Вот и сумочка загадочная. Давайте попробуем. Итак, вы пошли в лес. Вначале, конечно, яркая одежда, чтобы вас было видно. Но вы заблудились, вы понимаете, это обязательно. Как грибы? Как грибы, конечно. Чтобы вас было видать издалека. Сотовый телефон? Обязательно. Заряженный. Заряженный. И, наверное, желательно в игре в нем не играть в лесу, чтобы не высаживать и не развяживать. Нет, но если ты занимаешься собиранием грибов или каких-нибудь ягод, то, конечно же, ты не будешь играть. Может быть, ты фотографировать их захочешь, тоже будешь высаживать, рассаживать батареечку. Ответ уже. Ответ уже есть? Отличный. Давайте. Отличный. Миша? Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ульяна. Сколько тебе лет? Мне 12. В какой школе ты учишься? В ЭГГ. В ЭГГ? И какой ответ? На что? И какой ответ на вопрос? Туалетная бумага для гигиены и чтоб костер нажигать. А еще зачем? Фильтры для воды, я считаю. Фильтры для воды, ну, тоже, в принципе, может быть. А вот еще для чего ее можно использовать? Вот если ты заблудилась, что ты с ней будешь делать? По веткам на деревьях. Правильно, отлично, конечно, это очень удобная штука, чтобы на веточки наматывать, она не улетит никуда, и люди, если будут тебя искать, они по этим следам тебя найдут. А если птицу склюют? Птицы туалетную бумагу вряд ли. В лесу летом птицам есть что есть. Да. Ну, Миша, спрашивай дальше. Про призы уже пора спросить. Идавый приз ты хочешь получить? Есть ли Киномакс? Киномакс есть ли? Киномакс? Нет, по-моему, Киномакс не называли. Есть спектакль, да. А можно тогда книгу? Книгу, тогда Ева, огласите список книг, пожалуйста. Хорошо. Холли Веб, котенок, фиалка или коробка с сюрпризом, 6+. Энциклопедия животной России, 6+. Генри, вождь краснокожих, 6+, энциклопедия змеи, 6+, приглашение... Ой, это уже... Все, все, книжки все, да? Уже не книга. То есть последний был о Генри, вождь краснокожих? Да. Ой, веселая книжка. Что выберешь? Вождь краснокожих. Вождь краснокожих, конечно. Очень веселая полиция, очень веселая, очень смешная. Но она не про тех, кто заблудился в лесу. Там люди в другой ситуации заблудились. Отлично. Ну что, мы продолжаем. Про туалетную магу мы поговорили, ответ мы получили. Можно из-за этого вопрос? Конечно, ну, нужно. Что делать, если ты потерялся на людной площади? То есть не в лесу? Нет. А среди большого города? Да. А, кстати, тоже ведь, да? Тоже интересно. Тоже ведь. И я думаю, ничуть не реже, наверное, даже теряются, может быть, в наше время. Орать, мама. Много ли ты проорешь на людной площади? Кто тебя услышал? Ну, в общем, вопрос задан, слушатели. Что делать, если вы заблудились, потерялись на людной площади, в центре города, может быть, даже, может быть, незнакомого. Пусть отвечают не мы. Отвечать будем не мы. А мы продолжим про то, про лес. Вот про эту загадочную сумочку. Эту загадочную. Давайте я ее буду открывать потихоньку. А я буду рассказывать, что люди должны видеть там. То, что должны видеть. Хорошо. Водичка. Ну, водичку мы видели. Так. Вот такая вот вещь. Свисточек, свисточек. Обязательно. Свисток это... Ну, 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 неужели так тихо? Нет, я просто не страшно. Ну, ну. Вот. Это уже нормально. Говорят нам, если потерялся, свисти. Правильно. Только свистеть-то можно и так вот, да? Ну, ты так долго не просвистишь. А свисток, чем хорош, то можно долго-долго-долго свистеть. Долго-долго свистеть. Здравствуйте. Я уже слышу у нас ответ. То у нас... Ева? Да. Твоя очередь? Принимай звонок. Привет. Привет. Как тебя зовут? Настя. Сколько тебе лет? Одиннадцать. А в какой школе ты учишься? В ЭПГ. Интересный вопрос. Гадская православная гимназия, да. Какой же ответ на мой вопрос? Стоять на месте. Ну, это правильное начало. И что еще делать? Или подойти к полицейскому или охраннику. Да. Охранники людьми. Но лучше еще родителей позвать. Нет, ну, обычно... А если нету охранников полицейских, например? Ну, по крайней мере, надо стоять на месте. Это точно совершенно. Потому что иначе бегать не начнется. Если ты потерялся недавно, то родители будут искать тебя там, где последний раз тебя видели. Ну, чаще всего так и бывает. Вот я как родитель точно так бы поступил совершенно верно. Но, правда, я знаю, что этот на месте стоять не будет. Миша, иди, извиняйся. Проверять будем. Ну что, ответ правильный? Ответ правильный. Да. Ответ правильный. Ну что? Какой приз ты хочешь? Книжку. Перечислить, что осталось у нас? На сень. Можно, пожалуйста, энциклопедию животных? Ну, конечно, энциклопедия животных. Змей или животное России? Животное России, я думаю. Животное России. Животное России, конечно. Хорошо. Кто же про змей-то попросит? Я! Я! Вот так вот. Отлично. Ну, я сделаю маленькую паузу, я тоже свой вопрос пока задам, чтобы у вас что-то было в эфире, да? Вот такая история. Маша и Витя пошли в лес за ягодами, да? Маша собирала ягоды, пела песни, а Витя, чтобы тоже музыку любил, да, взял, надел наушники, комаров заодно не слышно, и тоже собирал ягоды. Вот у кого, у Маши или Вити, больше шансов встретиться с медведем? У Вити. А ты не отвечай. Отвечать будут слушатели. Ну вот. То есть Маша поет песни, а Миша сидит в наушниках. Кто из них имеет больше шанса встретиться с медведем? Кто-то ответит, получит на следующий приз. Ну, пусть вариант. Не надо, только были уже. Поехали дальше после свистка. Свисток, да, мы понимаем, что его лучше слышно в лесу. Вот. Ну, следующий вопрос, потом я задам, что еще слышнее в лесу. Ага. Так, ну. Твой ор. Фонарик, например, вот такой вот, да? О. Это, мало ли, вдруг дождетесь ночи, чтобы светиться, да? Или если на тебя кто-то нападет. Вот такая вот вещь. Ручка. Это что? Это маркер. Маркер. Это не совсем ручка. На туалетные бумаги писать? На туалетные бумаги можно на туалет. Я там. Да. Ну, чаще... Хотя бы просто написать, кто я, чтобы видели, кто я. Кто я, да. А кто я? На дереве указать стрелочку. Я иду туда. Написать. Ева. И стрелочку. И число. Время, когда ты там. Может быть, в это время 10 детей потерялись. А кто-то и Еву ищет, кто-то Сашу ищет, кто-то Мишу. А тут будет написано, Ева, идти туда. А какой дурак пойдет? В лес один? Ну, ты знаешь, разные случаи в жизни бывают. Я не пойду в лес один. Я иногда хожу один. Вот. Это бывает нормально, тем более, что у тебя лес вообще рядом. Так, пауза у нас есть. На мой вопрос, видимо, есть ответ. Точнее, я буду говорить тогда сам, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. А как вас зовут? Витя. Витя? А сколько тебе лет, Витя? Восемь. Восемь лет? А ты в какой школе учишься? В семидесятый. А ты в лес часто ходишь? Сейчас я в школу. Пешу. Да? Да. Ладно, хорошо. Ну, кто же встретит медведя-то? Витя или Маша? Витя. Почему? Потому что это... Да, потому что он не услышит. Ну, во-первых, конечно, он не услышит. Он, да. А во-вторых, вот пойми правильно. Он в наушниках. Да, правильно. А во-вторых, медведь его не услышит, да? Медведи же они тоже очень осторожные животные. Да, потому что он в наушниках. Они же не пойдут туда, где конкуренты, да? Зачем он туда идёт? Они боятся. Они на всякий случай, они людей не любят. Ну ты что, надо пореветь на медведя, и он уйдёт? Нет, если ты с ним встретился, там уже другая ситуация. Для того, чтобы не встречаться, то лучше звуки свои подавать. В общем, ответ совершенно правильный. Ответ правильный. Что ты хочешь получить? Какой приз? Энциклопедию. А какая у нас осталась энциклопедия? У нас есть энциклопедия «Змей». Про змей? О, это же. Ну, с другой стороны, надо знать змей, конечно. Змей надо знать. Ну, я думаю, до этого мы ещё, до страшного мы ещё дойдём. Витя отвечает на вопрос, кто потеряется, Витя или нет. Ну, что делать, если его Витя тоже зовут? Всё, не клади трубочку, тебе расскажут, как получить эту энциклопедию. Витя, походу, сам терялся когда-нибудь. Ну, а почему нет? Это бывает. Вот, смотрите, у нас много ли здесь сидит людей, а вот один из нас, как минимум, уже терялся в лесу. Да? Вот уже. Так что довольно-таки регулярная ситуация. Можно я снова задам вопрос? Конечно, нужно. Для чего в лес нужно брать свисток? Для чего в лес нужно брать свисток? Ну, что ж, хорошо. Вопрос на внимание, скажем так, да? Да. Те, кто вас уже слушали, те должны уже будут как-то отвечать. Дмитрий, давайте из Чудо-сумки доставать следующий предмет. Достаем. Спички. Ну, спички понятны для чего. Так, 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 слушай, спички-то еще какие-то замечательные. Ну, это хозяйственные. У меня нет с собой, у меня есть вечная спичка, которая зажигается. Это как? Ну, там есть бензин немножко, и зажигаются кремни с кресалом, и она как бы... То есть, в принципе, это как бы факел такой бензиновый, только его всякий раз можно зажечь. Ну, он маленький, да, но его можно зажечь и разжечь костюм. А именно вот лучше спички или все-таки зажигалку брать с собой? Ну, пожалуйста, можно взять и зажигалку. А лучше и то, и другое, да, для верности? Лучше и то, и другое. Немного места занимает, но пригодится всегда может. Самое любимое то, что любят всегда дети носить с собой. Это батончик. Правильно. Конфет. Шоколадный батончик, шоколад, потому что шоколад всегда поддерживает... Восполняет энергию. Да, восполняет энергию, правильно. И вы, мало ли, проголодаетесь, хоть что-то съесть. Конечно, кто чувствует, что он потеряется надолго, лучше с собой много взять батончик. Тот, кто специально идет, чтобы потеряться, да? Дело в том, что батончика одного хватит только на 2 часа энергии. Правильно. Ну, на 20 часа хватит. Ну, на 2 часа хватит. У нас ответ был. Как раз за 2 часа потеряешься. Плюс этикеточку оторвали, бросили даже. Давай, опять же, след оставили. Опять след оставили. Так, Миша, у нас там есть правильный ответ. Отвечай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лиза. Сколько тебе лет? Мне 11. И какой ответ на вопрос? Свисток нужен, чтобы родители тебя нашли, и ты не потерялся. Правильно. Но ведь можно, в принципе, смотри, Лиза, можно просто кричать там, я здесь, или там, ау, чем свисток лучше? Голос сорвешь и громче. Все такие умные, не дали Лизе ответить. Ладно, Лиза, ответ совершенно правильный. Какой ты приз хочешь? Я хочу книгу. Ева, объясни, какие у нас есть книги еще? Холли Веб, котенок, фиалка или коробка с сюрпризом, 6+. Также энциклопедия Чудеса света. Чудеса света. Можно энциклопедия Чудеса света? Садишься, энциклопедия разбираешься. А что котенка-то не хочет никто брать? Ну, котенка, погоди, любитель на котенка найдется уже. Моя сестра хочет котенка. Так, ну что у нас, значит, Лиза, не клади трубочку, тебе объяснят, как получить книжку. А мы сейчас, ребята, сделаем маленькую-маленькую паузу. Послушаем песенку. По синему морю, к зеленой земле, Плыву я на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, Скорей до земли я добраться хочу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, Чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, Чтоб были потеряны дети. Пусть мама меня непременно найдет, Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, Чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, Чтоб были потеряны дети. И у нас сегодня в гостях специалист по выживанию и по поиску тех, кто все-таки вдруг потерялся в лесу, Дмитрий Колодкин. Это волонтер поисково-спасательного отряда Лиза Альвера. Дмитрий, еще раз добрый день. И вновь доброе утро. И мы продолжаем доставать из нашей сумочки. И мы продолжаем из нашей сумочки, которую, по идее, каждый должен бы взять с собой в лес, когда собирается на разные интересные предметы. Доставать органы суммы. Хорошо. Следующий предмет, ну, детям, опять же, тоже не рекомендуется. Вот так откроется. Ножик. Да, это перочинный ножик обычный. Ну, мало ли, веточки отрезать, колбаску порезать. Если в сумочке там колбаска тоже есть? Батончик. Батончик порезать на кусочки, чтобы растянуть себе удовольствие. Хорошо, сложим его обратно. Но обычно же получается так, если люди на мир идут за грибами, то ножик у них есть. Хорошо. Как правило. И вот такая вот вещь, которую все-таки мы советуем с собой взять. Сыр. Нет. А похоже. Очень похоже. Крекеры. Чистые. Еда. Еда. Нет, это не еда. Это спасательное покрывало. А, что-то оно маленькое. Оно маленькое, но когда его развернешь, оно метр шестьдесят на два метра. Ничего. А оно из чего сделано? Это фольгированная какая-то ткань такая интересная. То есть оно не промокает? Она не промокает, она сохраняет тепло, отражает солнечные лучи. То есть в любом случае ночью завернулись в него, вы сохраните тепло. А оно блестит? Оно блестит. Блестит. То есть еще и видно вас будет, когда вы спите? Ну не будем же мы сейчас его разворачивать. Нет, сейчас не будем, тем более она в цельной упаковке. Ну понятно, полезная штучка. Хорошо. Ну тут есть еще кое-что. То, что для комаров это понятно. Точнее от комаров, наверное. Комаров обязательно. Водичка. А зачем в лесу? Ведь можно воду найти? Ну нежелательно воду пить в лесу. Всякое бывает. Вдруг она грязная, травишься, потому умрешь прямо в лесу. Какие, то, что мы находим в лесу, тоже есть не очень желательно, если вы не знаете, что это такое. А если белый гриб, ты его взял, пожарил? Если брусника. А если это малинка? А если это волчья ягодка? Да. Вы все знаете. А если это комар? Хорошо. Комар-то он вполне скидобен. Думаю, комарами еще никто не отравился. Хорошо. Ну и вот такая вот вещь, да, вы, наверное, все знаете, это компас. Мне кажется, с нее можно было просто начинать. Конечно. Потому что если вот посчитать, сколько людей спаслись в лесу, то большинство, мне кажется, благодаря компасу. Ну если взять мобильный телефон, то у тебя комп, то он просто разрядится. Давайте я еще один вопрос задам. Конечно. Вот если нет компаса, день, почему можно ориентироваться еще в лесу? Это слушателям вопрос. Слушателям. Я сразу говорю, слушайте, ребят, я знаю, что вы... Хорошо. А они же торопятся ответить, они все знают. Ну вы снова призов-то не получите, вы зря торопитесь. И мы уже получили. Итак, значит, если у вас нет компаса, да, то днем как определить сторону света в лесу? Сторону света в лесу. Да, чтобы понять, где тут север, где тут юг, где тут запад, где восток. Хорошо. Хорошо, вопрос задали. Вот это мы все с собой взяли, да? Так. Ну, может быть, как-то, не знаю, есть какие-то правила, чтобы все-таки вот не пришлось это применять. Ну... Как вот правильно двигаться вот в этой незнакомой местности, чтобы просто не заблудиться? По просекам? Да, можно двигаться по просекам. Если они есть? Если они есть. Но чаще всего я же говорю, что лес у нас это страшное место, где... Привитей не водится. ...заброшенные тропинки. Вот. И зайти куда-то очень легко. Скажем, если есть болото, вы все время будете двигаться вокруг болота, и ни на шаг от него не отойдете. Потому что... У нас веселая музыка в эфире. Немножко так это проскочило, да. Да, поэтому, смотрите, болото это открытое место, там же не растут деревья, они чаще всего засыхают и погибают. И поэтому, когда вы идете, видите свободное пространство, вы стараетесь идти на него. Подходите сыро, пройти нельзя, вы отходите, снова где-то разворачиваетесь, опять видите открытое место, и вот так вот ромашечкой... Вокруг болота начинаете бродить, ходить целую жизнь. Целую жизнь. Но лучше всего все-таки... А потом ты возьмешь, построишь дом у болота и заведешь лягушку какую-нибудь. Молодец. Но если все-таки вы заблудились, первым делом, что вы делаете? Орючим все горло. Нет. Нет, берем свисток, свистим и одеваем покрывала, чтобы нас было видно, как звезду. И жилет этот отражательный. Так, давайте сделаем паузу. У нас есть человек, который ответил на ваш вопрос, Дмитрий. Кто у нас отвечает? Га обработает сейчас? Твоя, Саша, очередь. Саша, принимай звонок. Привет, как тебя зовут? Надя. Сколько тебе лет? Десять. В какой школе учишься? Дадцать второй. Как дела? Хорошо. Какой ответ на вопрос? По солнцу. По солнцу? Можно по солнцу. Еще почему можно? Есть еще варианты? По муравейникам. Ну, это слабо, но можно попытаться. Ну, можно, да, попытаться. По маку на деревьях. Этот не работает уже. Не очень. Не очень. Вот, насколько мы уже выяснили, мох на деревьях не работает. Он блесу растет со всех сторон. Со всех сторон. Сейчас у нас такая стала погода, что мох растет уже со всех сторон. Ну, в хираме антициклон. По солнцу вопрос абсолютно правильный. По солнцу абсолютно правильный. Правильный. Так что... А можно мне тоже вопрос задать? Подожди, давай сначала мы призадим. Это правильный ответ. Ты хочешь книгу или приглашение? Книгу про котенка. Вот. А кто-то переживал, что книга про котенка. Ура, котенка забрали. Вот, котенка забрали. Не клади, пожалуйста, трубочку. Ты тебе объяснят, как книжку про котенка получить. А еще я сразу должен сказать, что у нас число книг немножко в студии выросло. Девочка, у нас появилось две книжки новые. Это Виталий Зарайпин. Веселая научная опыта для детей и взрослых. Опыты на отдыхе. Вот. А вторая? Ой, вторая. Просто очень красивая книга. Фрэнсис Бернетт. Таинственный сад. Таинственный сад. Так что есть смысл отвечать на наши вопросы. Так, кто у нас сейчас вопрос задает? Михаил? Давно не спрашивал? Спрашивай. Зачем нужно брать в лес пакет для мусора? А какой пакет для мусора? Ну, яркий. Желательно яркий. Яркий пакет для мусора зачем брать? Так? Так. Вот такой вопрос для наших слушателей. А мы пока продолжим вот насчет болота-то, к которому мы пришли и ходим вокруг. Как же все-таки сделать так, чтобы вокруг болота-то не ходить? Чтобы вокруг болота не ходить. Построить дом и жить в этом доме. Так. Версию уже прослушали мы. Версию. Итак, вы заблудились, вы поняли. Я заблудился. Что делаем? Первым делом мы останавливаемся. Мы никуда дальше не идем. Можно отойти, если поискать место для ночлега, например, подготовиться, если это уже вечер. Можно поискать место ручей с чистой водой, чтобы мало ли попить, недалеко уходить. Святой источник. Да. Но мы никуда не идем. Мы стоим на месте. Если у нас есть телефон, мы сразу набираем номер папы-мамы. Папа-мама, я заблудился. Если связь есть. Или по номеру какой там? Или номер 8800. А дальше? 8800-754-52. Но лучше, конечно, набрать... 800-754-52. Да, кстати, запомнил это полиция. Лучше набрать 112. Конечно. А полиция уже свяжется с нами. И, конечно, к вам тут же вылетит отряд спасателей. У вас звонок, что ли, дороже? На вертолетах, что ли? У нас звонок бесплатный по всей России. Хорошо. А если у тебя денег нет на телефоне? Тоже дозвонить. 112 ты должен позвонить. 112 тебе симки работают. Да, даже вообще можно позвонить. Миша, кстати, насчет звонков. На твой вопрос, по-моему, уже ответили. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Саша. Сколько тебе лет? Мне 12. В какой школе ты учишься? Десятой. Десятой. И ответ? Зачем брать с собой? Надо вешать пакет на дерево и ходить вокруг него, чтобы не заблудиться. Так. То есть как ориентир его использовать, да? Да. Чтобы все время ходить не дальше того, вместо того, что видишь этот пакет, и дальше не отходишь, да? Да. Возможно. Возможно и такой вариант. А может быть для чего-то еще пакет для мусора яркий нужен в лесу? Вот подумай. Что б тебя спасательный нашли, если б ты потерялся. Да. Или мусор собирает ботончик. Можно еще и мусор за собой собирать. Зачем лесу мусорить, да? И на самом деле яркий пакет, вот даже вот если нет вот этого чудо-покрывала, да? Чудо-покрывало или чудо-жилетки. Залез в пакет из пакет. Ну, по крайней мере, прикрылся этим пакетом, если спать лег, да? И тебя увидят, ты яркий. Правильно ответ пишет? Если в нем нет мусора. Правильно. Ну что, давайте-то спрашивать про призы. Я хочу книжку. Так, у нас осталось ровно две книжки. Это либо «Веселые научные опыты». Либо «В таинственный сад». «В таинственный сад». Хорошо. Нет, правда, отличная книга и очень красивая книга. А теперь мой вопрос. Задавай вопрос. Сколько этапов в разжигании костра? Так, в разжигании костра сколько этапов? Интересный. Ну, интересный вопрос даже так поставлен. Ну, давайте подождем, что ответят наши радиослушатели. Да, давайте подождем и сами заодно разберемся. А мы пока вот еще говорим к тому моменту, когда мы поняли. Ну, в принципе, да, человек, когда понимает, что он потерялся, это начинается обычно паника. Паника начинает. И он начинает куда-то думать, вот я туда сейчас пойду, туда вот точно, я туда пойду. А правильное, значит, поведение совсем другое, да? Правильное поведение, конечно, остановиться, оценить ситуацию, где мы находимся, и прислушаться. Что мы слышим в лесу? Не только птенье птиц, там вой животных, да? Лучше вой животных, наверное, не слышать. Да. Мы слышим, например, дорогу. Далеко ведь слышно, далеко. Ну, если железная дорога, да. Железная дорога, за 40 километров ее слышно. А если ты глухой? Вот это уже другой вопрос. Глухие вряд ли слушают нашу программу сегодня. Глухие! Она у нас без сурдоперевода идет. Глухие, с собаками-поводырями, а собака-поводырь точно уже что-то слышит. Может вывести, да. С собаками-поводырями ходят слепые. Главная опасность, с которой сталкивается заблудившийся человек, это страх. От него не спасаются даже самые стойкие люди. При этом выброс адреналина в кровь оказывается настолько мощным, что человек начинает действовать абсолютно логично сам. Вот видите как. Вот этот страх у нас, конечно, что мы заблудились, что мы не выйдем, мы потеряемся. Но есть люди, которые чувствуют себя вольготно в лесу. Ай, заблудился, ну и ладно, сейчас... Еще веселее будет жить, да, да, да. И уходит. Лягушку заведет по стройному болоту. Обязательно. Лучше на болоте. На болоте. У нас нет ответа. Да есть ответ на болото. Ответи, да, Саша тогда говорит, принимай звонок. Как дела? Хорошо. Как тебя зовут? Катя. Сколько тебе лет? Мне 11. В какой школе ушися? Пятый. Какой ответ на вопрос? Сначала надо набрать сухих веточек, положить их в одно место, ну, сделать кучку и поджечь. Вопрос был немного... Вопрос был, какие этапы? Сколько этапов? А почему сколько этапов? Может быть, сколько угодно. Все по-разному костры разжигают? Нет. Именно 4 этапа. Нужно приготовить материал для розжига, собрать хворост, потом дрова и только потом это все поджечь. Ну, это не обязательно так. Все по-разному разжигают костры, очень много способов есть. Ну, это как правильно разжигать костер. И правильных очень много способов, Саша, нет такого единственного. Поэтому, я думаю, правильно ответил человек. Он набрал хвороста, сложил его в кучку, поднес к хворосту спичку. И поджег. И поджег. А потом пошел за бревнышками, пока хворост горит. Можно ведь и так сделать. Но перед этим еще немножко убрал, окопал это место, где костер. Потому что мы как раз к такому важному вопросу подходим, что мы ведь в лесу, ладно, мы заблудились, но мы ведь не должны еще лес... Если трава подожгется, то... Вот давайте подумаем, что нужно сделать. Я вчера проверял на даче, трава быстро горит. Саша, как думаешь, что нужно сделать, чтобы лес-то не зажечь вокруг себя? Нужно сделать вокруг костра ров, поставить туда костер. Ну, ров небольшой, там где-то сантиметр. Дмитрий, вот я что-то не видел. Вы лопату принесли с собой, необходимую лес с собой взять? Нет, лопату я не принес. Ну, руками-то можно откопать. Ну, можно, да, снять дерн. Вот ножик есть, ножиком можно аккуратно подрезать. И снять дерн, отложить в сторону, перевернуть его, потом обратно также положить на место. А какой происходит наш слушатель? Давайте синимать. Книга или приглашение? Приглашение. Куда? А что есть? Махнатия. Тогда можно книгу? Книга у нас осталась родная. Одна. Веселые опыты для детей и взрослых. Будешь кидать травинки в костер, как я. Можно такую? Хорошо. Книжку, да? Да, книжку. Ну, все отлично тоже. Не клади трубочку тебе расскажут. Ну, что мы уже к костру перешли. У нас вот еще такой момент возникает. Вообще, ведь мы в лес-то пришли. Понятно, мы-то хотим спастись. Но ведь мы как бы еще и должны себя вести так, чтобы и лес-то вокруг нас не пострадал. Особенно, если ездишь на рыбалку куда-нибудь далеко, то можно уху приготовить. Есть ли какие-то, Дмитрий, правила поведения? Ням-ням. Чтобы вокруг нас хуже не стало от того, что мы там заблудились? Честно сказать, правила-то они стандартные. То есть мы не окапываем костер всегда. Над нависшими деревьями, ветками мы его не разводим. Да, потому что если костер большой, может дерево загореться. Но если, конечно, загорелось, это уже страшное дело. Лесной пожар, очень вообще потушить всегда тяжело. У нас, знаете, по стране много чего горит. У нас в области постоянно, каждый год. В Орлове квартал горит. Это плюс еще и дымовая завеса, которая дым, да, угарный газ. Можно надышаться и плохо станет. Но мы вчера ехали мимо леса, и там пожар был. Вот как, вот как. Хотя, с другой стороны, конечно, если там дерево загорелось, может быть, тебя быстрее найдут. Могут и найти. И польют водой сверху. Да, да, да. Но после тебя там еще будет столько всяких. Для этого я специальное покрывало. Буду как звезда. Так, ну что, у нас что-то вопроса нет никакого, да? Кто готов? Можно я? Конечно, Ева. Ты про костер спрошел. Что нельзя делать, если ты потерялся в лесу? Что нельзя вообще делать, да? Нельзя самоубиваться. Поздравляю. Вот вопрос конкретный. Что нельзя делать, если ты потерялся? Да? Все хорошо. Вопрос интересный. Ну, вариантов есть много. У меня один вариант. Нет, ну вариантов, конечно, много. Вариантов много, но мы послушаем их. Тысячи и миллиарды. Итак, хорошо. Давайте мы заблудились. Что дальше происходит? Вы позвонили, вам сказали, все, жди. Что вы дальше делаете? Едим батончики с огромной скоростью. Ну хорошо, ну смотри, вот, а если батончик кончился дальше, что мы делаем? Достаем следующий батончик. Вот вы в лесу. Понятно, что там все забегали, папы, мамы забегали, полиция забегала, позвонили спасательный отряд. То есть все с ума сходят, да? Да, все ходят по лесу и начинают звать по имени, да? Саша, Саша, что ты будешь делать? Я буду свистеть свисток. Говорят, если потерялся, свищи. Но я и буду свистеть. Свистеть, правильно, свистеть, отзываться. Я тут. Но есть еще один способ, который очень весом. Но я не Саша. Одеться как звезда, взять фонарик, посветить на себя, и будут лучи везде. Хорошо. Но до ночи. Это ночи. Если тебя до ночи не найду. Хорошо. Но есть еще один способ, чтобы вас было очень хорошо слышно в лесу. Вы берете большую палку и по дереву вдоль дерева вы по ней стучите. Звук дерева в лесу, вот стук, очень хорошо слышен. И люди, которые вас ищут, конечно же, будут идти к вам. А если есть пистолет, то можно стрелять? Можно стрелять, но не так часто. Но пистолета я в этой сумочке не видел. Да я не думаю, что у тебя пока еще есть пистолет. Но если ты возьмешь и начнешь стрелять в небо, то на тебя повалятся птицы. Но если мы с папой пойдем на охоту, то у папы есть ружье. Это уже будет еда, если с неба птицы повалятся. Я без папы не хожу. Ева, на твой вопрос уже есть ответ. Принимай звонок. Привет. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Коля. Коля, а в какой школе ты учишься? В АГД. А сколько тебе лет? Десять. Ну что, какой твой ответ? Я считаю, что нельзя паниковать. Ну, правильно. А еще что не стоит делать? Ну, отрывать себе части тела. Это, по-моему, даже здесь в студии не стоит делать. Это только в лесу. Да. Это везде не стоит делать. Коль, а что еще не надо делать? Ну, в культиках можно. Ну, еще нельзя, например, совсем отчаиваться и уже просто даже не думать о спасении. И не думать о спасении тоже, верно? Отчаиваться не надо. Нельзя сжигать себя в костре или траву поджигать. Ну, траву поджигать вообще никогда нельзя, не только когда ты потерялась. Нет, ну а вдруг там есть одна травинка и везде пустыня, ее можно же поджечь. Да. Хорошо. Пусть она разделится немного. Нет, все правильно, конечно. Отчаиваться не стоит. Вот давайте такая история небольшая, быстро. Почему отряд называется Лиза-Алерт? Вы знаете? Да. Потому что Лиза, по-моему, потерялась девочка Лиза Фомкина в Подмосковье. Ее искали 10 дней, на 10-й день ее нашли. Но она прожила 9 дней, нашли ее уже погибшей. Перед этим нашли ее тетю, которая вместе она ушла. Вот. То есть и потом после этого уже появился отряд, неравнодушные люди, которые решили, что дети не должны пропадать. А почему Алерт? Алерт. Это опасность, по-моему, в переводе? Это опасность, да, в переводе. А в английском? А что с тетей? А что с тетей? Тетя тоже погибла еще раньше. Ладно. А они толстые были или худые? Я не знаю, потому что я там не был. Но понятно, что они погибли от переохлаждения. Вот это основное, что нам надо сохранять, конечно, тепло. Тепло. Для этого есть покрывало. Правильно. У кого уже что есть? У кого-то покрывало, теплая одежда. Ну что насчет призов-то мы как решим? А то Коля ведь ждет. А какие есть? У нас есть приглашение на спектакль «Вечный двигатель» в Кировском драматическом театре 5 и 7 июня 10.30. 0+. Приглашение на спектакль «Волшебное колечко» 6 июня 6+. Приглашение на посещение собачьей деревни Махнати. Поедешь собачью деревню? Там классно. В соседнее село. Нет. Нет. Пойдем на спектакль. Не знаю, на какой даже. Сходи на «Вечный двигатель». Это очень веселый спектакль для театра. Да, на «Вечный двигатель». Да, там шумовой оркестр будет. И все, кто приходят на спектакль, тоже участвуют в этом шумовом оркестре. Второй мальчик ответишь и слушать. Отлично. А ты мальчиков считаешь, да? Да, потому что их обычно много. В этот раз их всего двое. Вот, ну что мы тогда продолжим? А Миша вообще сегодня молчит. Миша? Это просто, может быть, ты немножко больше говоришь, чем он. Он нормально говорит. Ты больше взверт говоришь. Ну ладно, мы тоже не берем, кто сколько говорит. Так, ну что, какой-то вопрос еще зададим? Да, у меня есть вопрос. У тебя есть, Саша, вопрос еще? У меня. Потому что Ева недавно задавала. У меня все всегда есть. Спрашивай, Ева, пока он думает. Ладно, если ты в другой стране, какой язык и какие слова на нем нужно знать? Так, если ты в другой стране, какой язык нужно знать? Если ты заблудился в чужой стране. Ага. Это же самое легкое. И какие слова на этом языке нужно знать, да? Ну, ты заблудился в чужой стране в лесу. Ну, хотя бы минимум. Да, что ты будешь кричать? Нет, ну есть два языка. Русский и второй. Не надо подсказывать. Русский и второй. Да, русский и второй. Давай не будем подсказывать. То есть, просто вопрос такой. У нас в Испании все по-русски понимали. Да, у нас в Испании все по-русски. У нас тоже. А у нас, если по лесу ходишь, то все и по-китайски хорошо понимают, потому что много китайцев вокруг работает. Значит, какой язык лучше знать, да? И какие слова на этом языке несколько главных, которые нужно уметь сказать, да? Я правильно понял этот вопрос? Ну, все, значит, вопрос уже задан. Мы продолжаем о том, как себя все-таки правильно вести. В том числе, ведь иногда люди ходят за грибами, а иногда, например, дети ходят в походы. Ой, если ты наберешь грибов, то можно разжечь костер и наесться грибов вместо батончиков. Тебе станет плохо. А для этого, наверное, еще надо разбираться в этих грибах. Надо знать, какие грибы. Вот ты различаешь грибы? Да. Мухоморы от красноголовиков отличаешь? Да. Мухоморы – это вкус. Мухоморы, они не всегда с пятнышками, как вам кажется. Иногда они очень похожи на обыкновенные красноголовики. Я ищу именно белые. Они пластичные красноголовики, трубчатые. Вот это да, это правильно. Я ищу именно белые грибы. Они не всегда бывают белые грибы. Они на пантерные мухоморы похожи. Вот. А пантерные мухоморы – это очень ядовитые мухоморы. А вдруг они зеленые, эти белые грибы? Я хожу с папой. Если они зеленые, то они по-другому называются. Я хожу с родителями, родители разбираются в грибах. Так все правильно. Если я иду с родителями, так я и не переживаю насчет того, как там спасаться и что есть. Есть родители об этом подумают. Если вот ты один оказался, тут уже очень важно, наверное, разбираться, да? А зачем тебе оставаться одному? Ну, понимаешь, вот вы пошли за грибами, да? Родители пошли влево, ты пошел вправо. В какой-то момент помолчали, а потом отеньки, кричишь, кричишь, а уже далеко ушло. Нет, у меня у нас так, я с папой иду вправо, а мама с сестрой идут влево. И потом, когда мы встречаемся в одной точке, а то мы выключаем двери от машины, чтобы слышать, куда идти. Вот так вот. Ну, это значит, недалеко в лес заходим, да? Потому что по-разному ведь иногда, тем более, когда грибник, он же увлекающийся человек. Нет, ну, если далеко, можно просто сигнализацию включить, она так орет, и ты подходишь. Понятно. Хорошо. А вот в лесу вот вы гуляете, да? Сколько вы километров можете пройти за час в лесу? За час? За час. Не думали никогда? Не думали никогда. Далеко ли вы можете уйти за час? Если считать мой вес, то где-то километра два. А как вес? Пять максимум. Ну, вообще, считается, что человек двигается со скоростью четыре километра в час. Средняя скорость. Ну, в лесу же мы знаем поваренные деревья, тропинки, мы все время выбираем дорогу, поэтому... Два километра? Полтора-два километра, да, мы можем пройти. Вот. Но когда идет поиск, то есть мы ищем пропавших людей, мы проходим примерно пятьсот метров в час. То есть мы очень внимательно осматриваем все, мы, конечно... Вдруг человек прикинулся деревом и ждет, пока к нему метро. Вдруг он на дереве сидит. Вдруг человек устал, а плохо. Вдруг человек спит. Всякое бывает. Человек вас не слышит. Вдруг он на батончике есть. Вдруг он, да, в это время прячется. Вдруг он с белкой вместе. Я на вас прячется, чтобы с вами не делиться. Маленький тут еще ходит. Это сидит на дереве вместе с белкой, есть батончики. Поиск-то вот это... Поиск людей, это ж не поиск грибов. Это как старая шутка, что у белок вай-фай есть. Понимаете, поиск людей, это, конечно, большая организация, очень долго прорабатывалась, наверное, очень много вариантов всяких. Но есть инфор, которые знают всю информацию, есть координатор, который координирует весь поиск. И есть группы, которые называются лисы. Лисы? Лисы, да. Они раздут батончики? Нет, это группа, в которой от пяти до семи-девяти человек. Есть в ней группа старший, который ведет эту группу. И в зависимости от того, кто потерялся, как потерялся, уже ведется поиск. То есть если человек потерялся недавно, быстро среагировали, мы можем работать на отклик, человек слышит, все. То есть мы, ну, чаще всего кричат девушки, потому что на мужской голос, представляете, сидите в лесу, и рядом бас такой. Есть тут кто-нибудь. Думаешь, ну-ка, проходите-ка мимо, да? Вот на отклик. Я уже на дереве посижу. Ну, а так в основном, конечно, на прочёс, когда выстраиваются в линию, и квадрат за квадратом постепенно прочесывается вся территория. А вы промеж собой-то, чтобы не потеряться сами-то, какую-то связь как-то держите? Да, конечно. Для этого есть вот такая вот... Вот, вот, наконец-то и дэри предмета. У нас дома есть две рации, и мы, если куда-то идём, то мы берём с сестрой по рации иногда. Можно общаться. Конечно, это тоже в лесу, кстати, пригодится. Это, между прочим, классная вообще штука. Ну, если сейчас идёт батарейка, то... Берите запасные. Это же просто... А, ещё если взять фольгу и батарейки, то можно взять батарейку, обмотать в фольгу и согреть себе руки или ещё что-нибудь. Тоже можно. А можно положить под фольгу ещё ватку, и можно сделать такую зажигалку. Не слышал такого. Ватка загорится. Правда? Да. А ты пробовала? Нет. Я пробовал. Нет? Понятно. Есть ещё один такой инструмент, которым мы пользуемся, он называется навигатор. Это навигатор, который у нас в телефонах? Ну, в телефонах они у нас чаще всего слабенькие, которые вот для города куда-то на поездку. И вообще... А есть же вещи, которые... А там в лесу, конечно, мелко всё... А в лесу какой навигатор имеется в виду? Я сегодня не принёс с собой, но навигатор обычный, то есть гармин, я не знаю, столько названий всяких разных сейчас очень... То есть по нему видно, где ты находишься в лесу, ты можешь взять по нему азимут, куда выйти, можешь уменьшить карту, посмотреть, где ближайшая дорога, деревня, всё это видно на нём. Координата можно где-то, координату поставить и идти. Да, и идти прямо, в нём есть и компас прямо всё в этом, но у нас есть навигатор. Хороший прибор, хороший прибор. Хороший прибор. Ну, в 500 метров, а там червивый. Понятно. Червяки-то они умнее нас. Миша, мы изобрели новое изобретение. А может, червякоти тоже услышал, теперь пополз и дополз раньше нас. Понятно. Ну что, всё ли мы поняли насчёт леса? Насчёт леса всё поняли. Насчёт города. Жалко, батончики не растут в лесу. Батончики жаль не растут, но батончик мы берём с собой, свисток мы берём с собой. Вот эту всю сумочку, которую видели, мы запомнили. Я думаю, что все, кто нас слушали, тоже запомнили. Это занимает немного места. Кстати, сумочка совсем небольшая, как дамская почти. Ну, чаще всего мы ходим вот... Ну, рюкзак, да, рюкзак-то это были обычные. Это красная сумочка. Это как в крёстный ход. А это аптечка. Красная сумочка, это аптечка. Ну, мало ли, у вас какая-то болезнь, аллергия. Когда человек в лесу, то аптечка, в общем-то, никогда никому не помешала. Это как вчера в крёстный ход ходили с рюкзаками. Ну, это рюкзак вообще удобная такая штука, да? Кстати, они уже вернулись? Нет, они идут на пять дней. Ну что, программу надо тихонько заканчивать. На твой вопрос, Яна... Ой, Ева, почему-то никто так и не ответил. Насчёт иностранного языка, видимо, так это подумали. Можно я отвечу, девочки? Ответь сама. Нужно знать английский язык. Лучше всего слова mother и father. Ну, мама и папа, да. И ещё слова hello, help and how are you. Да, и лучше всего объясняется словами, а не жестами, потому что все наши жесты в разных странах понимают по-разному. По-разному. Тоже надо помнить, да? Могут просто обидеться. Нам покажут, что мы ему привет говорим, а он подумает, что мы его обижаем. Ну, слово-сочетание двух букв АУ, это... АУ интернационально совершенно, да. Ну, и я думаю, что мы закончим тем, что, ребят, конечно... А можно сказать УАИ и всего-то, по-другому. Ребят, лес это прекрасно. Лето это время, когда мы ходим за грибами, за эггами. Давайте всем пожелаем, чтобы никто всё-таки не заблудился, да? Не заблудился, вернулся домой живым и здоровым. А вдруг ты эту передачу в лесу смотришь? Чтобы никому наши советы в этом году не потребовались, да? Хорошо. Думаю, на этом мы нашу программу закончим. И до встречи в следующее воскресенье. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова